Привет, друзья мои! Наконец-то какие-то позитивные сигналы, моменты начинают приходить из Германии. Честно говоря, в последнее время Германия при Меркель только удручала и только вызывала, ну скажем так, мягко скажем, раздражение. Раздражение у украинцев, у поляков. Я так думаю, что раздражение у многих белорусов, у которых мозги есть и кто понимает, что происходит. Меркельская политика, вот это умиротворение негодяев, умиротворение террористов, я имею ввиду в данном случае бункерного московского дедушку и усатого таракана, которых вообще нельзя никак умиротворять. Точнее можно, но их нужно желать умиротворять при помощи F-16, тогда они лучше умиротворяются. Вот, то сейчас ситуация похожа, после этих выборов в корне меняется. К власти приходит новый канцлер и эпоха соглашательства, эпоха путинской бабки Меркель уходит в прошлое. Новый кандидат, который по всей видимости и будет канцлером Германии, зовут его Олаф Шольц. Шольц, без всяких обиняков, в лоб, как минимум по Лукашенке уже прошелся. По Путину он пока не проходится, понимаешь, мы все прекрасно понимаем, что Путина держат в голове. Но, по крайней мере, начали с Лукашенко, а по Путину тоже прошлись. Сейчас я во второй части этого видео расскажу как. Итак, Шольц, прямая речь. Прежде всего, нужно четко сказать, что в Беларуси речь идет о плохом диктаторе. И не надо ничего скрывать, он потерял всякую легитимность. Это о таракане. Германский политик высказался в поддержку расширения Советом ЕС критериев санкций в отношении Беларуси. Но это по нынешним санкциям, которые уже приняты. Просто я, честно говоря, не очень понял, в какой части полностью. То есть, они расширили критерии, по которым могут быть приняты санкции. А санкции они, судя по всему, теперь будут принимать, просто накапливая их одни на другие. То есть, как это будет выглядеть? Я не верю, что это будут по-настоящему какие-то крутые санкции. Но это будет держать диктатора в определенном натяге. Это 100%. Теперь дальше он сказал. Значит, что еще Шольц сказал? Он высказался в поддержку расширения Советом ЕС критерий санкций в отношении Беларуси. Это даст возможность Брюсселю вводить ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц, которые помогают режиму Лукашенко перебрасывать мигрантов к внешним границам ЕС. Также Шольц выразил уверенность, что это меры со стороны Европейского Союза. Правильный ответ на дальнейшие действия Беларуси. Добавив, что сообщение о первом обратном рейсе, о котором я уже рассказывал, с мигрантами и беженцами, похоже показывает, что решительная реакция европейского сообщества уже приносит свои плоды. Так, это официоз. А теперь я своими словами расскажу, что это все значит. Смотрите, честно говоря, Европа, конечно, поступила хитренько вот с этими санкциями сейчас. То есть она их вроде ввела, но она ввела сейчас не сами санкции, а она ввела критерии для санкций, то есть расширив их до любых физических, юридических, черти каких вообще лиц, которые принимают сейчас вот в этом мигрантском кризисе. Напомню, что это санкции не за нарушение прав человека хунтой в Беларуси, а за мигрантский кризис, который устроила та же самая хунта. И вот сюда по просто техническому решению будут сбрасываться все компании, все частные лица, которые принимали в этой миграции участие. Туда уже попадет от 30 до 40 персон из окружения Лукашенко. Ну, это таке, это там дребезок, что называется по-украински. Но туда до смерти побоялись попасть авиакомпании. Почему? Потому что если тебе закрывают Евросоюз, на этом твоей авиакомпании крышка, она не существует. В мире ее нет второго такого платежеспособного клиента, как Евросоюз. На этом, собственно, можно бизнес закрывать. Испугались все, просто все. Сначала взвела Turkish Airlines Emirates, сказала, не хочу мы этих мигрантов, идите с этими мигрантами куда подальше, вместе с Лукашенко вашим и со всем вот этим всем. Потом начал верещать Аэрофлот, что мы вообще не мы, нас зовут не Аэрофлот, мы не знаем, кто такой Путин, кто такая Циля, кто такая хунта, вообще ничего не знаем. Мы перестаем доить корову, мигрантов возить не будем. И даже абсолютно обмороженная на всю голову Шам Винкс, принадлежащая кровопийце и диктатору Асаду, тоже возопила и перестала возить мигрантов. Что санкции животворяющие делают? Их еще не ввели в отношении всех этих супчиков. Они уже подпрыгивают, переобуваются на лету, орут, мы не будем доить корову вообще. Это не мы. Это не мы. Мигранты ездят на телегах, они просачиваются в зажигалках и вообще с голубями с почтовыми прилетели в Беларусь. Все. Да, вот как-то так. То есть, в принципе, конечно, такие санкции работают. Такие санкции работают. Или же угроза санкций, она работает прекрасно. Когда все понимают, что это уже всерьез, ну тут как-то они начинают шевелиться. Даже людоеды, даже людоеды, вот типа Лукашенко. Еще один момент. По Германии, мы же начали о Германии. Какие позитивные моменты? Первое, я сказал, что у них будет, по всей видимости, канцлер лучше того, который был сейчас. Которая была сейчас. Второй момент. Это, конечно же, это уже, конечно, северный, друзья мои, поток-2. Северный поток-2. От этого никуда не деться. Меркель, позарившись на путинские обаяния, не знаю, чем и как он там удовлетворил эту Меркель. И каким образом, это я не знаю. Но она пошла на преступление, на преступление против Европы с постройкой вот этого СП-2. Думаю, не надо доказывать никому, всем очевидно, что это преступление. И тут бабах! Бабах! За несколько дней до вступления Шольца в должность, германский регулятор заявляет о совершенно случайном приостановлении сертификации путинского потока-2. Бабах! Ребята, сразу было понятно, что Северный поток-2 это просто инструмент для открытия войны в Европе. Это даже, ну это, по-моему, даже слепому было видно. Что как только будет закончен Северный поток-2, начнется война или в Польше, или в Украине, или вот Белоруссия, Польша, Украина, начнется война сразу же. Потому что у Путина появится обходной маневр. То есть это чисто военный газопровод дополнительный с тем, чтобы начать боевые действия то ли против Украины, то ли против Польши. В данный момент против Польши. Похоже, даже немецкие тугодумы и сосискоеды дошли до Петра и своим разумом до того, что эту дрянь нельзя вводить в эксплуатацию. Даже ее построили. Построили очень хорошо. Утопили там 10-15 миллиардов долларов. Замечательно. Пускай гниет на дне Балтийского моря. А теперь ее можно лет 15 сертифицировать. Ну до тех пор, по крайней мере, пока вот это вот бункерное чудовище там правит на Москве. Когда оно сменится на кого-то другого, надо смотреть на кого оно там сменится. Вот. Ну тогда будет, видимо, другой разговор. Но говорят, что они сейчас уже сделали несколько двойников, этих копий Путина. Поэтому, в принципе, говорят, что Путин у них останется на ближайшие лет 200. Поэтому тут мне трудно сказать, сменится ли чудовище или не сменится. И как считать новое чудовище. Сейчас говорят, самый маленький Путин ходит в первый класс школы. Поэтому тут черт его знает. Они же будут постоянно менять их. Ну тоже второе дело. Главное, что пока что, друзья мои, Северный поток-2 прекратили его сертификацию. Выставили им там условия. Я уверен, что за этими условиями сейчас последуют следующие условия, следующие условия и так далее, и так далее. То есть пока Путин со своими подручными вот такими вот пацанчиками, типа Лукашенко, который там на побегушках у него носится, продолжает творить то, что он продолжает творить. То есть он сейчас организовал бандитизм этот в Польше, на границе Польши, Беларуси. Он сейчас опять угрожает Украине, подогнал свои старые ржавые танки, танк границы Украины. Мы вынуждены были получить у американцев 80 тонн новых джавелинов, точнее ракет к джавелинам. Да, большой привет. Один джавелин, да, это один путинский танк. Это же простая арифметика. Танк с экипажем, заметьте, потому что там ничего не остается после джавелина, кроме сгоревшего железа. То, как говорится, в принципе, на сегодняшний день ситуация такова, что Германия начинает, по-моему, выходить, выползать из вот этой ямы толерастизма, в которую ее ввергла Меркель. И дай бог здоровья этому Шольцу, если он будет себя вести каким-то образом по-другому. И если Германия превратится в нормальную страну, у которой есть слово, которая может стать лидером Европы и которая может дать отпор Орде с Востока.